3 декабря 1941 года около 20 часов три низколетящих биплана сбросили листовки. Но это бесчинство не причинило нам никакого вреда. Они появляются и над палецами. Караульный охраняющий штаб хватает карабин и сбивает тремя выстрелами одну из машин. Это фрагмент из дневника немецкого офицера Линки. Примерно тогда же в деревне Палица местные жители захоронили погибшего летчика Аркадия. Это все, что знали поисковики из отряда «Вымпел» перед тем, как отправиться на поиски. К работам приступили в 1997 году. Место падения самолета удалось найти только этим летом. Мы обнаружили так называемое пятно обломков. То есть место небольшое, где были сконцентрированы мелкие дюралевые обломки. Стало понятно, что это и есть место падения самолета. По обломкам установили тип самолета. Это оказался Биплан У-2. К работам присоединились поисковые отряды округа, местные жители, представители военкомата и следственного комитета. 24 июля обнаружили шильдик с заводским номером самолета. Сделали запрос в архив. В полученной справке значилась только фамилия офицера Поляков. При вынужденной посадке самолет был полностью разбит, но летчик выжил, хотя и получил тяжелые ушибы. И ему удалось перейти линию фронта и не попасть в плен. Оказалось, что в западной авиационной группе, которой был передан самолет, служили два офицера с фамилией Поляков. Первый – Петр Алексеевич, начальник штаба. О его летной деятельности ничего не известно. А вот второй – Павел Павлович, летчик. Павел Павлович был летчиком. О нем известно, что он закончил летное училище. Был командиром звена, командиром эскадрильи. И эта кандидатура была у нас в приоритете. Точку в этой почти что детективной истории поставил Следственный комитет. Он предоставил поисковикам автобиографию Павла Полякова, в которой тот собственноручно описал боевой эпизод декабря 1941 года. Авиационный поиск – одна из главных тем 10-й краеведческой конференции «История и современность». В этом сезоне Одинцовским поисковикам удалось найти место падения не только У-2, но и НИК-3 под Кубинкой. Этой теме был посвящен отдельный доклад. Всего же в программе научно-практического мероприятия было семь выступлений. Государственный историко-литературный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина издает сборник научных трудов. И любой желающий, участник конференции, кто подготовит должным образом материалы своего доклада, он может войти в это издание. То есть его работа, она увидит свет и уже в печатном виде, и будет доступна, уже введена в научный оборот. Такие краеведческие конференции в Одинцовском округе проходят два раза в год. Следующая по плану должна состояться весной. Тогда же у поисковиков начнется новый полевой сезон, в ходе которого тайна летчика Аркадия, возможно, все-таки будет раскрыта.